МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По времени планируем 202 минуты, где-то 3,5 часа безостановочно, бесперерывно исполнить. Тем более наизусть. Это в Казахстане впервые такое исполнение, коллективное исполнение без остановки. Своё выступление музыканты откроют произведением под названием «Алтын Орда». Этот кьюй написал молодой талантливый композитор, участник ансамбля «Куркыт», концертмейстер, дамбрист Айбек Аримбек. 750-летие Золотой Орды – это праздник для всех казахстанцев. Новость о том, что в этом году будет масштабное празднование, вдохновила меня на создание кьюя. Его отличает энергичный, быстрый темп. Надеюсь, это произведение поднимет дух слушателей и напомнит многим о юбилее Золотой Орды. В столицу привезли нашумевший музыкальный спектакль «Счастливые поют». Постановка уже четвёртый год подряд с неизменными аншлагами идёт в Алматы и в других городах Казахстана. В этот раз пока спектакль состоялся в Намад Сити Холл. Мне безумно нравится этот театр, эта площадка. Мы здесь показывали в прошлом сезоне «Зовите меня Джодж», но «Счастливых поют» ещё нет. Поэтому она очень удобная. И это интересно экспериментировать внутри спектакля, который мы уже четвёртый год показываем. И самое интересное, что он даже нам, как артистам, не надоел, потому что это, конечно же, легендарные хиты, потрясающая музыка, живое исполнение. Актёры Чингис Капин и Айсулу Азимбаева воплотили на сцене образы оживших легенд Фрэнка Синатры и Эдит Пиаф. Эти две личности благодаря задумке режиссёра не только встретились, но и запели вместе. Спектакль о величайших фигурах 20 века каждый раз вызывает в актёрах особые чувства. Чаще всего он задаёт мне очень конкретный один вопрос. Стоит ли быть артистом, либо стоит быть человеком? Синатор, конечно, безумный человек, человек, который полностью отдал свою жизнь сцене. И на сегодняшний день у меня, 33-летнего артиста, тоже стоит вопрос, соединю ли я свою оставшуюся жизнь со сценой, либо открою какой-нибудь бизнес. В этот вечер прозвучали нестареющие хиты «Падам-падам», «Strangers in the Night» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Создатели спектакля «Счастливые поют» обещают вновь приехать на гастроли в столицу. В апреле они представят здесь постановку «Состояние танго». В Алматы состоялось дебютное выступление музыкального трио с необычным названием «Сюжет». Коллектив существует меньше года. До объединения участники многое экспериментировали, стремясь объединить в своём творчестве разные культуры и традиции. Сюжет. Ну вот, Серёжа, Юра, Женя. Есть творчество. Вот. Это аббревиатура, в общем, наших имён. Как-то легло на слух и на душу. И потом не избито. И каждый раз, каждая песня и каждая работа творческая у нас как бы с определённым сюжетом. Имея богатый музыкальный опыт, исполнители не относят своё творчество к какому-либо определённому жанру, отмечая возможность взаимопроникновения стилей и нежелание ограничивать себя какими-либо рамками. Зрители насладились чарующими ритмами аутентичных музыкальных инструментов – таблы кахона-думбика, окаймлённых гитарными рифами и переливами флейт и дудочек. В апреле этого года музыканты планируют выпустить альбом, куда войдут сыгранные, композиции и несколько новых. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 15 февраля в Семее в Казахском музыкально-драматическом театре имени Абая зрители смогут насладиться постановкой «Улину». В Таразе 15 февраля пройдёт показ детского спектакля «Кристофер, Винни-Пух и его друзья». В этот же день труппа Восточно-Казахстанского областного драматического театра даст спектакль «Тётки или авантюрная семейка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова